Всем привет, друзья! В мире так много увлечений. Когда-то, когда технологический прогресс был не так развит, у людей были совсем иные, скучные увлечения. Сейчас люди увлекаются и развлекаются с помощью автомобилей. Автомобильные гонки и в целом увлечения автомобилями занимают важное место в жизни человека. И это неудивительно, ведь парням нравится возиться с автомобилем, нравится все это чудо технической инженерной мысли и то, как строение гоночного автомобиля реализовано в современное время. В том числе, важным неотъемлемым составляющим гоночного автомобиля является подвеска с названием Push Road и Pull Road. Это такой тип подвески, который чаще всего устанавливается на колеса открытого типа. Такой тип подвески разработан для гоночных автомобилей с колесами открытого типа. В основе такой подвески лежит двухрычажная система. Однако, такую подвеску нередко устанавливают и на обычные автомобили с колесами закрытого типа. Но выполняется подвеска так, что располагается она внутри корпуса автомобиля. И такая подвеска тоже является Pull Road и Push Road. И занимают внутренние элементы такой подвески очень много места в салоне или в багажнике автомобиля. Просто люди настолько себе хотят спортивную подвеску, что идут на то, чтобы пожертвовать местом в багажнике или спереди автомобиля, что устанавливают подвеску Pull Road. Или Push Road. В чем же отличие Pull Road подвески от Push Road? Если вкратце, то Push Road это спортивная подвеска, в которой толкатель работает на сжатие. А Pull Road это подвеска, в которой элемент, воспринимающий нагрузку, работает на растяжение. Однако и та, и другая система подвески примерно выполняют свою функцию одинаково. И курсовая устойчивость, и управляемость примерно одинаковая, что на одном типе подвески, что на другом. Однако сейчас самым распространенным типом подвески является Push Road. Push переводится как толкать или сжимать. Подвеску по схеме Pull Road чаще всего не ставят на современных гоночных автомобилях. Такой тип подвески ставят на обычные гоночные автомобили, любительские, так сказать, не на болиды Формулы 1. На них ставят подвеску с названием Push Road, от английского слова Push, то есть толкать или нажимать, или ударять. Или еще Push переводится как натиск. То есть в такой подвеске, в принципе ее работы, строение амортизирующего элемента, его конструкция заключается в толкательном движении. Такие схемы подвески Push и Pull Road можно встретить на машинах с открытыми колесами. Ну или у энтузиастов, кулибинных, которые решили повыделываться и поставить внутрь кузова себе такую вот подвеску. Преимущество такой подвески Push Road в ее хорошей курсовой устойчивости. На большой скорости автомобиль очень хорошо управляется. Не зря подвеску типа Push Road используют на гоночных болидах Формулы 1. Базируется эта подвеска на двухрычагах, то есть двухрычажной схеме. Но демпфер, то есть демпфер с немецкого языка, это амортизатор или глушитель ударов. Такой демпфер в подвеске Push Road спрятал внутри. Разница с классическим вариантом подвески двухрычажной в том, где расположены элементы, которые принимают на себя нагрузку. Для типа подвески Pull Road нагрузка оказывается как растяжение, у Push Road предусмотрен толкатель, функционал которого заключается в сжатии. Но в отличие от Pull Road, Push Road имеет более высокий центр тяжести, потому что у него пружины расположены выше, демпфирующие элементы высоко над подвеской. В подвеске Push Road пружины активируются с помощью толкающей штанги. Почему такие подвески начали применять? Ведь особых отличий нет от двухрычажки. А все потому, чтобы улучшить аэродинамику, чтобы под нищем автомобиля воздух на большой скорости не тормозил автомобиль, чтобы автомобиль лучше скользил в потоке воздуха. Чтобы убрать из воздушного потока пружину, ее прячут внутри корпуса, да и сам нос спортивного болида также делается обтекаемым аэродинамическим по той же причине. По той же причине и рычаги, которые видны, делаются из аэропрофиля. Другое же важное преимущество, с такой схемой можно задать любое передаточное отношение колесо-пружина. Меньше единицы, как обычно получается при стандартной схеме, или больше. То есть рычаги длиннее и настраивать их можно более точно, такая схема подвески более легкая. И в то же время имеет хорошую жесткость. Но все равно картошку на спортивном болиде Формулы 1, как ни крути, возить противопоказано. Еще одно преимущество – это снижение неподрессоренных масс. А недостаток подвески Push Road – это ее стоимость, она значительно дороже. В спортивных автомобилях с такой подвеской обычно используются штанги, которые соединены колеса по схеме толкающего типа или тянущего. Тянущие штанги стоят таким образом, что они соединены рокерами, расположенными в нижней части монокока. Монокок – это кабина пилота Формулы 1, а рокер – это рычаг, который передает усилия с тянущей штанги на терсион. То есть рокер – это упругий элемент, который работает на кручение. И крепятся эти тянущие штанги к верхней части стоек колес в районе крепления верхних рычагов. Тянущие штанги начали ставить еще в 1970 году на Формуле 1. Тянущая штанга тем хороша, что из-за нее можно сделать нос автомобиля более низким, а элементы подвески пружины расположить ближе к дороге. Ниже, чтобы снизить центр тяжести к низу, но сейчас команды болидов в своих машинах ставят толкающие штанги. А все потому, что тянущие штанги тяжело устанавливать, когда нос машины высоко поднят. Также рокер соединен со стабилизатором поперечной устойчивости, однако все равно такая система на Формуле 1 имеет очень короткий ход. То есть на Формуле 1 подвеска короткоходная. Ну и правильно, ведь картошку они на ней не возят. Также между рокерами расположен торсион, его жестко прикрепляют к шасси, а рокер его закручивает. Эти два рокера соединили в стабилизатором поперечной устойчивости, стабилизатор нужен, чтобы машина не наклонялась вбок. Стабилизатор закручивается, словно пружина, и демпфирует, не дает машине свалиться в сторону. Однако также предотвращают завал на 50% и пружины, не дают машине свалиться также в крен. Конечно же, как и в любой подвеске, в такой машине есть как и пружины, так и торсионы, они сглаживают удары подвески. Однако, если пружины слишком мягкие, водителю хуже управлять автомобилем, если слишком жесткие, то хуже сцепление с дорогой. Но при поворотах тогда управляемость лучше. Например, там, где трассы извилистые и имеют крутые повороты, например, в Монако, гонщики настраивают подвеску так, чтобы пружины были более жесткими, чтобы управляемость болида была как можно лучшей. Потому что они маневрируют по этим крутым поворотам и было бы очень плохо влупиться в какой-нибудь отбойник. В такой подвеске амортизаторы сглаживают колебания подвески, удары все же чувствуются. Амортизаторы поглощают первый удар, а пружина подвески помогает при колебании автомобиля после неровностей. То есть, если, например, в подвеске есть пружина, но не стоит амортизатор, то автомобиль после наезда на неровность будет качаться, как корабль-летучий голландец. Вертикальные колебания будут продолжаться без остановки, для этого нужен амортизатор. То есть, амортизатор справляется с колебанием пружины, они как бы дополняют друг друга. Без амортизатора пружина будет разжиматься и сжиматься без остановки, пока инерция не остановит пружину окончательно. Также в такой подвеске имеются ограничители хода подвески, они делаются из резины. Нужны для того, чтобы предотвратить сильное сжатие пружины или сильное закручивание торсиона. Таким образом, подвеска получается более мягкой и также автомобиль при раскачке не касается дороги днищем. Потому что при большой скорости на автомобиль действует прижимная сила. Такие ограничители подвески не работают в поворотах. Кстати, на болидах Формулы-1 имеется контрольная деревянная планка, сделанная из дерева. И если ограничители износились, то планка повреждается и днище болида изнашивается. Шумахера по такой причине дисквалифицировали в 1994 году на Грам-при Бельгии. Особенность такой конструкции подвески Пуш-Рот в том, что амортизатор не взаимодействует непосредственно со ступицей колеса или с поворотным рычагом, а через кулису, соединенную с диагональной стойкой. Этот метод дает значительное преимущество, поскольку он обеспечивает высокую жесткость и легкость, а также изменяет высоту от земли. Такой тип подвески делается также лишь на скоростных автомобилях типа Гран-Туризмо. Гран-Туризмо, то есть GT. Автомобильный класс GT – высокоскоростные автомобили, как правило, с двух- или четырехместным кузовом купе, предназначенные для комфортного передвижения по дорогам общего пользования, то есть такие быстрые спортивные авто для города. Сейчас подвески типа Тяги с диагональными распорками, работающими на растяжение – пул-рот. Уже почти что не ставится, их место заменили подвески типа Тяги. Хотя Ferrari F2012 пошли на перерез физики, и до сих пор в ней установлена подвеска не толкательного типа, а Тяга. Вот такая вот схема подвески Тяга для переднего колеса Ferrari F2012 на Гран-При Малайзии 2012 года. Но в современное время используются уже подвески типа толкательного, то есть пуш-рот. В такой подвеске обязательно имеются толкающие или тянущие штанги. Имеются рокеры, или как их в народе называют – коромысла. Также имеются рычаги, соединяющие штангу и передающие линейные движения от штанги к штоку амортизатора. Через торсион, ну и конечно же имеется сам амортизатор. В принципе такая подвеска очень напоминает кантилеверный тип подвески, только в такой подвеске амортизационным или демпфирующим элементом, как хотите, является амортизатор. Не пружина, а чаще всего газовый или масляный амортизатор, или и то и другое сразу. Амортизатор и пружина расположены продоль на колесу, параллельно колесу, но бывают и схемы кантилеверной подвески, когда такая кантилеверная подвеска устанавливается на задние колеса. Кантилеверная подвеска очень похожа на тип подвески пуш-рот, она также построена по схеме толкательного типа. В общем, если мы увидим болид в собранном состоянии, и увидим, что одинокая штанга торчит из болида сверху и уходит вниз к колесу, это значит, что там подвеска с толкателем, пуш-рот. Особенность этой подвески в том, что толкатели в состоянии, когда машина стоит, нагружены, а вот тяги, то есть подвеска пул-рот, тяговая, наоборот, разгружены в состоянии покоя. Тяги значительно снижают центр тяжести, тяжелые элементы внутри корпуса расположены ниже, но управлять потоками в горизонтальном направлении между колесом и кокпитом довольно тяжело. Кокпит – это кабина пилота Формулы-1. Но вот недостаток подвески пуш-рот построена на толкательном типе, исправляется хорошо выполненной аэродинамикой гоночного автомобиля. И огромный плюс толкателей в том, что его геометрия сжатия позволяет естественным образом препятствовать крену, что разрешает использовать более мягкие настройки в передней подвеске. А вот у подвески пул-рот много минусов. Именно поэтому болиды на такой подвеске часто вылетали на обочину, потому что у них была слишком жестко настроена передняя подвеска. Там, где болиды и другие спортивные автомобили типа Гран-Туризма соревнуются, бывают и неровные трассы с кочками и песчаными неровностями. Поэтому в подвесках пул-рот, то есть тягах, выставляется отрицательный развал схождения колес. Чтобы при наезде на препятствие колеса занимало положение строго вертикальной кочки. Однако при таком варианте, когда развал завален резко отрицательно на колесе, колесо завалено внутрь. В таком случае машина плохо тормозит, так как пятно контакта покрышки и дороги уменьшается. Шина стоит немного ребром. Однако в последнее время гонщики не заморачиваются над центром тяжести. И на большинстве авто стоит подвеска пуш-рот, то есть толкательного типа или сжимающаяся. Поэтому на гоночном автомобиле болидах делают низкий нос, то есть занижают автомобиль так, чтобы нос смотрел вниз. Потому что у подвески пуш-рот высокий центр тяжести. Делается это для того, чтобы машину меньше вело в крен и в наклоны. Сейчас большинство команд Формулы 1 используют толкатели, так как тяги довольно сложно реализовать в автомобиле с высоким носом. Преимущество тяги заключается в возможности опустить нос, опустить большинство деталей подвески ниже земли и таким образом снизить высоту центра тяжести. Большинство автомобилей F1 теперь используют толкающие штанги. Высокий нос делает практически невозможным нахождение рокера достаточно низко в шасси. И при этом имеют правильную геометрию, однако подвеска пуш-рот с толкателями, работающими на сжатие, настраивается гораздо проще и точнее. Но в целом, как мы видим, что даже подвески типа пуш-рот толкатели сделаны для того, чтобы улучшить аэродинамику спортивных болидов или спортивных автомобилей. Под днищем автомобиля поток воздуха проходит беспрепятственно и пружины не обдуваются воздухом. Это актуально для быстрых скоростей. Однако непонятно, зачем люди устанавливают себе такую подвеску на автомобили, не едущие быстрее 200 км в час. Но как бы там ни было, законы физики не обманешь и не обойдешь. На этом все, друзья. Ставьте пальцы вверх. А с вами были Интересные Факты. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok